здравствуйте уважаемые друзья вы смотрите передачу мастерская рыбака я ее ведущий владимир габелев и сегодня мы опять разговариваем говорим общаемся на тему фидерной ловли у нас эта тема идет потому что вызывает огромное количество вопросов вызывает большой интерес у многих рыболовов тема достаточно новая в нашей в российской ловле тема очень модная может даже так сказать и эта тема сейчас находится на слуху у всех мы уже перешли от момента когда мы ловили просто закидушками брали мотовила на него наматывали леску потом ставили колышек потом после этого груз какую-нибудь гайку с рельсов с какого-нибудь скрученного забрасывали все это дело в воду на один два там три поводка и стояли либо с пальцем либо какой-то противовес сделали смотрели ловили рыбу это было конечно здорово это было интересно это было захватывающе свое время но сейчас современная снасти позволяет делать все это значительно более в эстетической то есть это с эстетической точки зрения красиво позволяет ловить рыбу больше и лучше за счет того что сами снасти стали более усовершенствованными что сами способы ловли развиваются развиваются различные виды прикормочных баз очень многое новое появилось за последние годы и вот сегодня мы поговорим о модернизации в фидере о модернизации которая позволила бы из существующих уже есть у которой у вас есть приманки сделать а или оснастки сделать что-то чтобы добавила возможность более эффективно ловить рыбу с нами в студии как и в прошлые разы при наших разговорах о фидерной ловли чемпион мира действующий чемпион мира не буду забывать это повторять постоянно алексей фадеев автор многих статей по фидерной ловли в журнале рыбалка на россии здравствуй алексей здравствуй воде ну что ты опять у нас в гостях это хорошо потому что в общем то твои передачи которые мы с тобой делали по фидерной ловли они каждый раз получались очень интересными яркими насыщенными каждый раз с нами делился чем-то таким новым которое достойно внимательного изучения и давай поговорим об организации с удовольствием что ты имеешь что ты имеешь в виду по под пониманием слова модернизация на самом деле модернизация или улучшение рабочих качеств оснастки или кормушки в основном связано с тем что очень часто когда человек ездит на рыбалку ему хочется одним и тем же элементом оснастки фактически закрыть все условия или бог да или приспособиться к тем условиям которые могут быть у него на новом водоеме что ну чтобы не тащить собой большое количество того же снаряжения или какие-то элементы которые улучшают то есть их вкрапляешь соответственно в элемент оснастки и они ее еще лучше улучшают или в таких моментах про которые ты как-то в одной из передач рассказывал когда ты оставил там порядка 140 или сколько 120 и кормушек а когда у тебя уже ничего нет да осталось там одна или две и как и как их бы не потеряли как их бы не потерять да да очень много ведь у нас рыболов не имеющих автомобиль да а мы имеем некую как бы вес кормушки если таскать с собой хотя бы там 20 40 штук то это уже серьезный вес получается плюс вес прикормки плюс веса снасти снасти самый плюс снаряжение плюс стойки и так далее то есть но апгрейд он сек он скапливает полезные качества и разгружает общий вес да поэтому умные фидеристы я видел неоднократно видел как любители профессионалы вернее не любители а профессионалы ловли фидер на по фидер на и по карпово по плавочные ловли собираются нас на рыбалку когда когда багажника большой большого кроссовера еще и не хватает когда в него начинают платформу впихивать когда начинают эти стойки все загружать когда целый бы к пакетами несут до прикормки и так далее и ты смотришь думаешь да сколько же теперь нужно для ловли рыбы простой ловли рыбы поэтому я хочу поделиться несколькими своими секретами которые во первых не утяжелят ваш рюкзак и они с одной стороны улучшат качество тех уже изделий тех же кормушек которыми мы пользуемся в обиходе также они решат проблему поводков потому что на фидерной ловли отрывается очень большое количество поводков и как нам например сократить количество обрывов количество обрывов на все это есть специальные маленькие и трушки трушечки до которые позволяют и больше ловить и никогда а вот эти хитрушки они приходят в голову кому-то и зарубежного опыта или это уже российские на самом деле сейчас мы знаем что россия фидри лидер чемпион нельзя сказать что все приходит из-за рубежа за рубежом скорее это все быстрее систематизируется в конкретную концепцию конкретную идею она обзывается там быстрее да потому что у них новаторство и вот это вот модное вот это желание совершенствоваться она у нас у них там ну просто немножко на другом уровне не знаю что она у нас ниже просто возможно в один и тот же период изобретаем одинаковые вещи да но мы это уже изобрели раньше даже возможно но просто они это как-то уже начинают обзывать раскручивают продвигать и считают это своим собственным ну с собственным изобретением потому что я очень много оснасток которые не встречал популярных журналах в европейских я их там и за ну как бы модернизировал изобрел сам они пришли просто ко мне по наитию в голову это не то что я где-то увидел это то что я собственно сам вот о чем я всегда не забываю повторять друзья мои всегда как можно больше думаете об разных методах способах ловли думайте об этом днем и ночью и всегда кто-то что-то найдет новое то что позволит потом остальным рыболовам выдвинуть дальше двигаться еще поэт эстези дальше и дальше да я хочу сегодня хотел нам сказать и показать я хочу поговорить о нескольких таких интересных вещах во первых тем кто много практикуется английской донкой все сталкиваются с проблемой связанный с обрывов поводков мы реально понимаем что ловя рыбу до рыба становится как бы сейчас у нас немножко как бы умнее да и сиди с тем что появляется прессинг среди современных рыбаков да и рыба уже становится немного избирательней нас даже среди доночников то есть она даже если три-четыре человека собрались то на одном приблизительно акватории сидят там через 10 метров то есть рыба будет подходить к тому кто в максимальной степени естественно подает ей и приманку и насадку но за счет этого как раз выигрывают соревнования как раз да но хочется же ловить да и хочется ловить много и как показывает практика вот эта естественность подачи и и постоянно регулярно вот этот проповедую этот принцип она обуславливается именно тем что надо подавать оснастку вот именно на тонком поводке на маленьком крючочки тогда приманка вписывается в естественный размер то есть иногда нам надо подать приманку на поводке 0 0 2 0 9 до с крючками там 16 номера а ловить нам приходится на сильном течении с использованием мощной кормушки нам надо поймать леща и он будет клевать только исключительно вот на такой минимальный крючок маленькую приманку и вот только на такой поводок и вот хоть зарежь ставишь поводок крупнее не хоть не хочет ставить поводок меньше берет но очень часто и обрыв и одновременно такая же ситуация эта ситуация ловли но многих любых более менее крупных рыб но они по они есть в водоеме но они не едят с определенных поводков они едят только с маленьких поэтому есть некая хитрость как сохранять минимальность диаметр поводка и ловить рыбу но так чтобы разгружать вот это давление которое попадает на поводок при наше ухо наше ухо висит на гвоздики внимания мы все уже хорошо я рассказываю первая хитрость так называемая фидерная резина фидер гам кам как жвачка фидерная резина значит в принципе как бы вставку из резины я уже фидерная оснастку как бы вот такая конструкция я видел уже достаточно давно лет наверное шесть назад когда люди использовали обычную авиационную резину а чем она отличается фидерная резина здесь использованы какие-то латексные материалы, это вот это как раз виданная резина. Здесь какой-то есть латексный материал, гладкий, плюс есть какие-то полимеры. То есть резина очень такая устойчивая, упругая. Не создаёт ощущение прочности, это на самом деле, мне кажется, да? Или создаёт? Нет, создаёт. Создаёт, да. Это то, что уже прошло, скажем так, это то, что уже модернизировано, и прошло после авиационной. У авиационной резины есть большая проблема. Она очень сильно реагирует на воду. Но она больше диаметром получается. Она, во-первых, больше реагирует на воду, она пересыхает, и после такого, как она пересыхает, она рвется. То есть авиационную резину нельзя мочить, и авиационную резину нельзя, соответственно, держать на солнце. То есть нельзя слишком резкие перепады. Они ведут к тому, что резина просто приходит в негодность. Ее надолго не хватает. Ее надолго не хватает. Это спасение при условиях, когда нет никакой другой. И авиационная резина чаще в продаже не круглая, она немножко приплюснутая. В любом случае, те, кто работают в области современной рыбалки, производители уже изобрели специальную фидерную резину. Так называемую латексную резину. Приблизительно по таким же качествам, как и авиационную, более прочную и не подверженную всем этим негативным температурным факторам. А оснастки с фидерной резиной очень сильно стали актуальны. Особенно в условиях тогда, когда рыба чрезвычайно боится брать с толстых поводков. Об этом я как раз хочу поподробнее рассказать. Это у тебя готовая оснастка? Это уже как раз готовая оснастка в домашних условиях, уже с фидерной резиной. Как раз то, что мы говорили об этом уже несколько раз, это оснастка несимметричная петля. Несимметричная петля – это лидер в моих персональных рыбалках для ловли леща, особенно в зимний период. Смотрите, что это такое из себя представляет. В несимметричной петле мы имеем скрутку. Мы ее когда-то уже с вами вязали. Вот она скрутка. И вот она вставка. Вместо поводка получается. Она крепится по методу поводка. А потом уже сюда петля в петлю вставляется поводок. Поводок. Это вставка между поводком и скруткой? Вот она тянется, видите? И при поклевке она делает две важные функции. Она, соответственно, разгружает вот эту обратную тягу удар. Она сечет рыбу. И на вываживании она дополнительно амортизирует. Это позволяет нам использовать поводки меньшего диаметра. А скажи мне, пожалуйста, какие у нее растяжимые функции по растяжимости? А не, допустим, 10-сантиметровый отрезок вот такого? Нет, он не тянется один к одному, как у авиационки. Авиационный резинок тянется достаточно просто один к одному. Здесь меньше. Здесь, может быть, в половину той же соответственно длины. Тогда, наверное, актуально понимать, сколько отрезать и сколько делать из такой резины. Сколько делать длинную вставку? Ну, мы просто пришли к некоему оптимуму. То есть наши вставки, они не более 25 сантиметров. Не более? Да. Очень часто, ну, например, сюда вставляется, как для ловли леща, я как бы говорил, что поводок должен быть не меньше 50 сантиметров и более, там, до метра и до полутора, кстати, от поводки доходят. Но важно, чтобы рыбу не терять. То есть важно, чтобы рыба засекалась, и ее можно было на тонком поводке высвободить. Вот фидерный резин только спасает. И обычно вставка у меня где-то такая, приблизительно 15-20 сантиметров. А долговечность ее какая? Реально вот этой вставки хватает, даже если вот эта конструкция по каким-то причинам вышла из строя, ну, как я говорил, там, заусенцы, этой вставки хватает порядка на 10 рыбалок, если вы ловите одной и той же оснасткой. То есть 10 рыбалок можно не волноваться? Можно не волноваться, но в любом случае всегда надо щепетильно проверять. Брать натяжку и смотреть. Нет ли тут какой-нибудь выщербины? Нет ли какого-то тут надреза? То, что это все равно элемент вполне нормальный. Ну, элемент, который подвержен. Если ничего, нет, никакие повреждения, то 10 рыбалок смело можно не волноваться? Смело, да. Она также закручивается в мотовилу без проблем. А скажи еще, пожалуйста, какие, есть какие-то особые узлы для этой? Восьмерка. Простая восьмерка. Простая восьмерка. Я уже как бы показывал, первая петелечка делается, соответственно, и вторая петелечка сделается здесь. Просто все делаете под небольшим натяжением, для того, чтобы она потом как бы заперлась. То есть вот вы натягиваете, расслабляете, и она сама себя затягивает. В крайнем случае, для обеспечения надежности узла на резине, можно этот узелок немножечко еще потом проклеить супер. Но фидерную резину можно заменить и штекерной. Сейчас есть такой современный метловли на штекер, когда внутри удилища вставляется резиновый амортизатор. Диаметр обычный вот девятка, ну, девять, вполне хватает. Вот у меня резина 0,8. А, кстати, они какие, какие бывают диаметры? Есть резина, так называемый фидергамм, самый популярный размер 0,8. Есть пауэргамм для таких тяжелых оснасток, когда, ну, когда вы ловите, в основе у вас не леска, а шнур. Ловить надо на дальнем расстоянии. Ловить надо где-то метров под сто. А шнур имеет жесткость, да? И ловить надо того же крупного леща. И важно каждого леща оттуда поднимать. Извините меня, метров под сто-то еще и забросить надо метров под сто. Ну, в принципе, с помощью специальных кормушек, вот таких, например, как пуль, только большого веса, с смещенным центром тяжести, такие забросы можно сделать вполне. Вот такую кормушку, вот с таким утяжелителем в нижней части, на сколько она дальше полетит? Ну, по аэродинамике... В общем, обычная, такая же по форме, такая же... Ну, по аэродинамике, тут грузило, оно будет лететь, конечно, вот, ну, то есть, боковое, то есть, очень много давления. Это в два раза дальше полетит кормушку. В два раза дальше полетит. В два раза. И момент точности. С помощью кормушек пуль достигается предельная точность. То есть, вы можете класть оснастку буквально в тарелку, вот такого диаметра, 50 сантиметров. Ну, то есть, естественно, нужны навыки для этого. Ты, кстати, часто тренируешься в точность заброса? Ну, у меня в среднем, получается, по специфике моей работы, это моя работа, я ловлю рыбу три раза в неделю. Минимум. Минимум. А если соревновательный процесс, то бывает и неделю каждый день. Следовательно, специально кастингом я не занимаюсь, но стараюсь выбирать водоемы под 100 метров очень часто. А вот так, человеку, который не выезжает так часто на рыбалку, ему обязательно нужно при такой ловле заниматься кастингом? Вообще, как бы, все дело персональных желаний. Очень многие люди мне часто задают вопрос, а как нам научиться кидать точно? Но у нас нет возможности выехать на водоем. Если у вас есть рядом с домом футбольная площадка, если у вас есть свободная минутка утром, летом, вместо пробежки можете выйти на улицу, взять с собой фидерное удилище, отойти от воротом к ворот и попробовать хотя бы кидать вот в это расстояние, четко по ориентирам, учиться кидать правильно, учиться кидать точно или поставить какой-то ориентир, ну не знаю, там камень какой-нибудь поставить. Потому что все связано именно с персональными навыками. Только регулярной практикой и системной, ну и вот конкретными поставленными задачами, не просто кидать абы куда, а конкретно, вы добьетесь вот этой точности. И одновременно умение правильно забрасывать, конечно, в рамку стула... Не рвать кормушку. Не рвать кормушку, не отстреливать ее, не правильно ее вытаскивать, правильно работать с фрикционным тормозом. Все это нюансы, которые приходят в процессе только практики. Конечно, в идеале, когда есть надежный товарищ, который ловит там много лет уже, и у него можно все это подсмотреть. Но когда этого нет, вот как я учился, у меня не было никаких учителей. Я просто имел литературу, имел удилище. И желание. И желание. Большое желание. И чего-то я пытался к сам. Да, я кидал через футбольное поле. Следующий момент интересный, да, это момент так называемого... А, извини, извини, у меня мелькнул один вопрос, когда ты говорил, когда ты начинал говорить по поводу соревнований, и по поводу того, что через каждые 10-15 метров сидит спортсмен, да, ловит рыбу. У меня мелькнул вопрос, который я чуть-чуть не забыл. Вот на обычной рыбалке, когда приезжает компания, допустим, любители фидера, на обычной рыбалке, они приезжают в одно место какое-то, там 2-3 человека, каждый из них ловит фидером. Как ты считаешь, на каком расстоянии друг от друга им лучше сесть, чтобы не мешать друг другу? Или чтобы не подманивать у кого-то чужую рыбу, не забирать, так скажем? Я вообще говорю так, что если все три человека хотят именно поймать рыбу, то можно устроить так называемый тройной удар. Я объясняю, как это выглядит. Значит, я много лет практикую с ловли леща на Рузе, на Истре и на Москва-реке. Именно суточная ловля леща, там, например, двое суток. И наибольшую эффективность, результат в фидере, в донке, мы достигали не тогда, когда расставляли по 10 донок на берегу, но когда еще до фидера. А тогда было, когда три рыболова, они садились рядом, приблизительно расстояние через 2 метра от друг друга, и начинали кормить одной и той же прикормкой, и ловили четко на определенном одинаковом расстоянии. А вымерялось это расстояние очень просто. Не было у всех одинаковых катушек и одинаковых удилищ. Мы просто брали, соответственно, леску. Мерку? Нет, один закинул, определились, нашли точку, вытянули, соответственно, четко на правильные дистанции, и после этого все ловили и забрасывали в одно и то же место под ним и тем же ориентиром. Мы делали тройной удар, тройное прикормление, и привлекали рыбу со всех трех сторон. Интересный момент. Да, и благодаря этому наш улов был вполне вменяемым, и если кто-то с гастрономической точки зрения относился к рыбалке, ему нужна была рыба ее привезти домой, он забирал какую-то часть. Я всегда отпускал, но если даже я поймал, мой товарищ справа не поймал, я всегда готов был ему ее отдать. Поэтому, когда задаешь мне вопрос относительно, на каком расстоянии сесть, я говорю, не надо садиться, садитесь вместе, есть о чем пообщаться, есть чему поучиться у друг друга. Так, что мы еще модернизируем? Быстрый такой вот элементарный, соответственно, рекомендации тем людям, которые хотят, ловят за травой, да, или там в нижней точке им нужно обеспечить быстрое всплытие кормушки. Потому что очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что у нас кормушка после вываживания немножко застревает за бровку или зацепляется за траву. Все очень просто. Это я вот сейчас наглядно просто взял изоленту желтого цвета, чтобы вот было видно. Вы обычную свою металлическую кормушку, которая зацепляется, вот она, но она рыба только там стоит, вы просто можете обмотать изолентой. Темного цвета. Темного цвета, но это просто для наглядности, это не является какой-то такой вот целью. Я такими изолентами не пользуюсь, вот, но просто, чтобы вам было лучше видно, да. То есть вы обматываете кормушку изолентой плотно, и она у вас начинает, та же самая кормушка, которая зацеплялась, она будет более вертикально всплывать. То есть она будет намного раньше поднимать. Она будет как стаканом всплывать лучше. Ага, отлично. Все очень просто, ничего тут сложного нет. А у нас некоторые думают, блин, что делать, рыба там клюет, одну беру, одну срываюсь. Да ты, говорю, метр вперед отмотай, да еще немножко изолентки подмотай, и все у тебя будет в шоколаде. И все будет в шоколаде. Вроде бы все очень просто. Да. Но до этого же нужно додуматься. Да, и еще такая очень, может быть, вот такая еще рекомендация. Очень часто мы не можем себе позволить купить кормушки тяжелого веса, потому что они дорогие по цене. Ну, сталкиваемся с ситуацией. То есть начинаем перед рыбалкой, друг позвонил, надо срочно ехать на реку, а дома нет кормушек в 120 граммов. Да? А есть только, например, там восьмидесятки. Все очень просто. Идешь в магазин, например, но нет ассортимента. Если вы ловите спиннингом, да? Я и смотрю, думаю, почему тебе лезут чебурашка? Чебурашка, да. Да, просто если вы ловите спиннингом, то вы можете обычную свою кормушку, клетку, да, с помощью вот обычной, соответственно, монтажной застежки. Монтажная застежка, да. Да, вы можете ее туда внутрь закрепить, вот эту же головку, и у вас получается кормушка полноценная, большего веса. И она отсюда никуда не денется. Она отсюда никуда не выскочит. Ну, да. То есть принцип такой, что вы в рамках дома сделали себе кормушку большего веса. Да. А стоимость джиголовок всегда дешевле, чем если вы будете покупать кормушку аналогичного веса. То есть вы имея там, например, арсенал 50-60-80 граммовых кормушек, докупите немножко джиголовок и варьируйте вес в процессе. И варьируйте вес, да. Вот еще полезная хитрость. Вот такой тоже, смотрю, огрузка какая-то интересная такая. Но это сделано, я так понимаю, в заводских условиях, да? Ну, это опять же принцип так называемый, когда мы ловим, в фидере есть направление, называется квивертип, именно ловли на сверх ультралегкие пикерные удилища. Ловли на мелководье, ловли именно аккуратной рыбы. Нам нужна вот буквально точечная подача вот там под свисший куст. Вот так было на чемпионате мира. Нужно было попадать вот в такое вот маленькое окошечко и подавать туда прям четко маленькие кормушки. И только вот таким методом можно было ловить рыбу. Потому что тяжелые кормушки и неточность размазывала рыбу, а тяжелые кормушки завязали выл. Потому что выл на том водоеме в Италии, где мы ловили, был, не знаю, сантиметр, наверное, 50. Вот так, друзья, с помощью мысли, с помощью фантазии человек может ловить в тех условиях, которые вроде бы на данный момент ему недоступны. Человек может с помощью каких-то совершенно обычных, обыденных вещей, которые находятся у каждого дома, каким-то образом модернизировать и делать свои снасти, позволяя делать рыбалки более удачными. Думайте об этом. Думайте о том, что все в ваших руках. Только мысль, только мозги и только руки. И ваша фантазия позволит вам это делать намного лучше. Ловите рыбу. С нами в студии был, как всегда, чемпион мира, не побоюсь этого слова, повторить как можно чаще. Автор многочисленных статей Алексей Фадеев. И я, Владимир Габелев. Ловите рыбу больше и чаще. Больше и чаще думайте о том, как ее поймать. И удача всегда будет с вами. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!